Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник Биология, Живой Организм, 6 класс, за авторством Сонина, Сониной, УМК Живой Организм, издательство Дрофа. Параграф 17. Половое размножение растений. Как и большинство животных, растения также размножаются половым способом. Примером может служить зеленая одноклеточная водоросль хламидомонада, обитающая в лужах, канавах и других мелких стоячих водоемах. Она размножается как бесполым, так и половым способом. При половом размножении под оболочкой материнской клетки развивается много мелких двужгутиковых гомет, то есть от 32 до 64 клеток. Прорвав оболочку, они выходят наружу, где попарно сливаются с гометами других особей, образуя зиготы. Зиготы, имеющие двойной набор хромосом, покрываются плотной оболочкой и в таком состоянии пережидают зиму. С наступлением тепла, ее содержимое делится путем миоза, образуя 4 хламидомонады. Они выходят наружу и начинают вести самостоятельный образ жизни. Это один из простых типов полового размножения. Несложно происходит половое размножение и у многоклеточной нитчатой водоросли спирогиры. Вам она хорошо известна. Это тина, встречается на речных камнях, на дне мелких водоемов. Тело спирогиры это длинная нить из одного ряда клеток. Осенью две параллельно расположенные нити обволакиваются слизью. В клетках находящихся одна напротив другой образуются выросты, мостики. Оболочки на концах выростов растворяются. Содержимое одной клетки перетекает в другую, их ядра сливаются, происходит оплодотворение. Возникшая зигота образует прочную толстую оболочку, превращающуюся в зимнюю стадию. Переждав неблагоприятные условия, ядро зиготы дважды делится, три ядра из четырех отмирают, а одноядерная клетка прорастает в новую нить спирогиры. Цветки покрытосеменных растений знакомы всем. Кто не любовался их красотой, не вдыхал их нежный аромат, не наблюдал, как на них копошатся жуки, пчелы, бабочки. Но мало кто из нас при этом вспоминал. Цветок это репродуктивный орган, тычинки и пестик важнейшие его части. Для того, чтобы из цветка развился плод с семенами, должно произойти опыление, а затем оплодотворение. У цветковых растений мужские половые клетки, спермии, развиваются из пыльцовых зерен, а яйцеклетки внутри зародышевого мешочка, который находится в семя зачатке, расположенном в завязи. Опыление всегда предшествует оплодотворению. Сначала пыльцевое зерно с помощью ветра или насекомых попадает на рыльце пестика, то есть происходит опыление. Пыльцевое зерно состоит из двух клеток. Прорастая, одна клетка образует пыльцевую трубку, которая растет, продвигаясь по столбику к завязи. Из другой клетки в пыльцевой трубке образуются два спермия. Пыльцевая трубка дорастает до семи зачатка и через пыльцевход проникает внутрь зародышевого мешка. Как и пыльцевое зерно, зародышевый мешок образуется из споры с одинарным набором хромосом. Ядро споры трижды делится метозом. Из восьми ядер два сливаются в центре, образуя ядро с двойным набором хромосом. Около пыльцевхода образуется яйцеклетка. Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, образуя зиготу, а второй с ядром центральной клетки, составляющей большую часть зародышевого мешка. Таким образом, у цветковых растений в оплодотворении участвуют два спермия, поэтому оплодотворение у них называется двойным. В дальнейшем из зиготы развивается зародыш растения, а центральная клетка, ядро которой после слияния с ядром второго спермия имеет тройной набор хромосом, многократно делясь, образует эндосперм, в котором накапливаются питательные вещества. Покровы семизачатков превращаются в семенную кожуру, а стенки завязи становятся стенками плода. Опыление. Перенос пыльцы с тычинок на рыльца пестика. При самоопылении пыльца попадает с тычинки на пестик того же самого цветка. Пшеница, рис, овес, горох – самоопыляющиеся растения. При перекрестном опылении пыльца с тычинок цветка переносится на рыльца пестика цветка другого растения. Различают насекомоопыляемые и ветроопыляемые растения. Насекомоопыляемые растения имеют красивые яркие цветки или мелкие цветки, собранные в соцветия. Обычно они богаты нектаром, пыльцой, обладают приятным запахом. У ветроопыляемых растений мелкие невзрачные цветки, собранные в соцветия. Пыльца у них сухая, мелкая и очень легкая. Ветром опыляются тополь, ольха, дуб, рожь, ну и многие другие растения. У многих зеленых растений, обитающих на суше, четко выражено чередование бесполового и полового размножения. Рассмотрим это явление на примере мхов. Кто из вас не знает, мох, кукушкин, лен – обычное растение наших лесов. Растет мох густыми дерниками, состоящими из мужских и женских растений. Кукушкин лен – двудомное растение. Летом у мужских растений формируются красно-желтые верхушки, между листочками которых развиваются мужские половые органы. И в них подвижные сперматозоиды. На женских экземплярах образуются женские половые органы. Они похожи на колбочки с длинной шейкой. В каждом таком органе развиваются по одной яйцеклетке. Обычно мужские и женские растения растут рядом. При обильной рассеи или дожде сперматозоиды подплывают к женским растениям и достигают яйцеклеток. При слиянии сперматозоида с яйцеклеткой происходит оплодотворение, образуется зигота. Без воды оплодотворение у мхов невозможно. Из зиготы на следующий год на женском растении развивается коробочка, а в ней споранги со спорами. Коробочка выносится над растением с помощью длинной ножки. В сухую погоду, когда споры созревают, коробочка освобождается от крышечки и прикрывающего ее колпачка, споры рассеиваются ветром. Попав на влажную почву, они прорастают, образуя тонкую зеленую нить с почками, из которых развиваются побеги мха. Чередование поколений происходит также у папоротников, хвощей, плаунов. Вопросы и задания. Но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании. Если с Ютубом что-то случится и в России он отключится, на ВК все сохранится. Итак, вопросы и задания. Первый. Какие способы размножения встречаются у растений? Ну, как правило, это либо самоопыление, либо перекрестное опыление. То есть это может быть как бесполый, так и половой способ. Второе. Рассмотрите рисунок на странице 125. Что общего и в чем разница в половом размножении хламидомонады и спирогиры? Что ж, общего в половом размножении хламидомонады и спирогиры можно считать образование зиготы, которая имеет полноценный двойной набор хромосом, которые покрываются плотной оболочкой и в таком состоянии переживает зиму. С наступлением тепла ее содержимое начинает делиться. Но при этом есть и отличия. Дело все в том, что у хламидомонады после размножения фактически внешнее. То есть происходит прорыв после образования необходимых клеток, которые уже во внешней среде сливаются между собой, образуя будущие аж 4 особи. В то время как у спирогиры происходит внутреннее оподотворение, клетки сливаются внутри друг друга и образуется по итогу только одна будущая нить. То есть только один потомок. Потому что из 4 образовавшихся клеток 3 отмирают и остается только одна полноценная. Третье. Почему для плового размножения мхов и папоротников нужна вода, а для цветковых растений нет? Здесь надо знать одну такую простую вещь. Папоротники, мхи, плауны, хвощи это очень и очень древние растения. Это растения, ну мхи это вообще очень древние растения, которые помнят еще очень древних живых существ. Папоротники это те растения, из которых у нас каменный уголь образовался. То есть это растения, которые помнят динозавров живыми и молодыми. Причем не только тираннозавра, но и куда более древних динозавров. То есть соответственно, что чем более древнее живое существо, тем более простое и, можно сказать, более примитивное, что ли, у него система размножения. То есть на тот момент еще, в такой древности, животные и растения не выработали для себя возможность для, так сказать, опыления с помощью насекомых. И были вынуждены использовать то опыление, которое было максимально доступным. В то время климат был более влажный на земле и использование дождевой воды для переноса мужских половых клеток к женским половым клеткам было вполне себе оправдано. В свою очередь, цветковые растения уже могут благополучно избежать, так сказать, зависимости от ветра и воды. Дело все в том, что для мхов, например, если воды не будет, они не смогут размножаться. А климат штука непредсказуема. Дождь может пойти, а может и не пойти. То же самое и с ветром. Ветер может быть, а ветер может и не быть. То есть в данном случае зависеть от ветра и воды не самое разумное. Может, могут быть сильно измененные состояния для климата. В то время как насекомые так сильно от климата не зависят. Поэтому цветковые растения гораздо лучше обезопасены от различных случайностей климата. Насекомое прилетит и гарантированно рано или поздно с зацепившейся пыльцой долетит до следующего цветка и произведет опыление. Это намного более развитый и безопасный путь для оплодотворения и развития потомства у растений. Далее четвертое. Чем оплодотворение у цветковых растений отличается от подобного процесса у других организмов? У цветковых растений в оплодотворении участвуют два спермия. Поэтому оплодотворение у них называют двойным. Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, образуя зиготу. А второй с ядром центральной клетки, составляющий большую часть зародушевого мешка. Далее, пятое. Составьте схему двойного оплодотворения, которая отражала бы суть процесса. Почему оплодотворение называют двойным? Что ж, схема здесь будет довольно-таки сложная, потому что она будет разделяться на две части. Исходя из единого центра. То есть сначала единый блок это опыление, и потом единым блоком идет прорастание пыльцевого зерна в пыльцевую трубку. А вот дальше происходит разделение. Не забывайте, двойное же оплодотворение. Сначала один из блоков продвигается это слияние спермия с яйцеклеткой, образование зиготы и образование зародыша. А второй блок это слияние одного из спермия с центральной яйцеклеткой и образование эндосперма. И вот уже из них двоих образуется единое семя. Далее, шесть. Каково биологическое значение двойного оплодотворения? Двойное оплодотворение, ну не забывайте, что, собственно говоря, растение может быть плодом. Это плод, внутри которого находятся косточки. Не так ли? Вот, собственно говоря, двойное оплодотворение в данном случае обеспечивает быстрое, опережающее развитие зародыша, образование питательной ткани, которая происходит после оплодотворения. Двойное оплодотворение ускоряет весь процесс формирования и семя почки, и семени. То есть это увеличение скорости и увеличение, можно сказать, объемов питательных веществ. Далее, семь. Какова роль опыления в размножении? Ну, по сути дела, опыление, оно крайне важный пункт. Ведь это перенос, так сказать, одних половых клеток к другим половым клеткам. То есть, по сути дела, мужских половых клеток к женским половым клеткам. То есть, по сути дела, перенос пыльцы стычинок на рыльца пестика. То есть, если опыление не происходит, гометы не встретятся, оплодотворение не произойдет. Восемь. Сравните понятия перекрестное опыление и самоопыление. Как их отличить? Самоопыление – это когда в одном цветке образовались и тычинки, и пестик. Пыльца с тычинок попала на пестик одного цветка, и произошло оплодотворение. Самооплодотворение – один цветок, одно растение. Если же прилетела какая-нибудь пчела или бабочка своим мохнатым телом, зацепила часть пыльцы одного цветка, одного дерева, и перенесла эту пыльцу на цветок другого дерева, вообще другого, ну или там другого цветка, уж не имеет значения, произошло перекрестное опыление, потому что абсолютно разные особи образовали новое потомство, будущее. Вот самое простое отличие. То есть, при самоопылении один организм, при перекрестном опылении два организма. Итог. Для растений, как и для всех живых организмов, характерно половое размножение. У многих растений бесполое и половое размножение чередуются. У цветковых растений происходит двойное оплодотворение, в результате которого из оплодотворенной яйцеклетки развивается зародыш, а из центральной клетки – эндосперм.